друзья привет с вами никита компания сфера кар и сегодня у меня не самый обычный автомобиль это европейский спортивный купе с правым рулем привезенные из японии audi tt в комплектации р.с. встречать красавку прежде чем начнем хочу сразу сказать пару слов во первых я много раз сегодня буду говорить красотка про нее и уже можете начинать писать про мой ограниченный словарный запас потому что ну самое подходящее слово для этой малышки это красотка для этой красотки самое подходящее слово красотка во вторых что хочется подметить до того как мы начали с этой красоткой разбираться то что последнее время очень много мы стали возить европейцев из японии не все удается снимать сожалению потому что некоторые машины просто в бешеном потоке карусели там уже готовятся куда-то на отправку очень много возим машин на разбор конструкторами доводим и мэрсы и бэхи и аудюхи короче говоря друзья на западе наши тоже уже начинают подозревать что с японии европейцев возить тоже круто выгодно и множество интересных вариантов которых уже нигде не найти японии еще есть а теперь давайте разбираться с нашей красоткой и так сегодня у нас спортивный купе audi tt комплектации rs не буду сегодня грузить ваш техничкой пройдемся чисто по визуалу по ощущениям расскажу конкретно про этот экземпляр на самом деле я забегаю вперед скажу что я офигел хоть я и сторонник на самом деле всего что если говорить о спортивном до всего что выпускается паром рулем кроме бензопилы на косилке спортивная которая нам сегодня будет мешаться но прокатившись на этой малышке я офигел но начинаем как всегда связала автомобиль у нас представлен 2011 года это второе ее поколение до 14 года она выпускается с 2009 и так скажу что первое тт х которую я видел еще одну реально тетрадки выпускали с тт хами а потом у нас городе начали появляться спустя какой-то фильм я смотрел детстве сериал про золушку там рыжая женщина не важно короче вот у нее было тт х 1 все говорили нифига какая тачка она мне вообще не нравится поэтому маленький кружок вот в этом поколении все изменилось сейчас уже актуальная еще одно поколение 3 она выглядит еще более злой но по визуалу чисто для меня вот эта красотка топ-оп опять красоткой назвал мало того что у нас сегодня в принципе audi что для нас необычно потому что для владивостока audi ну вот конкретно такая сто процентов ассоциируется с экзотикой это что-то типа фашки 350 наверное у вас на западе хотя для нас это обычная тачка вот помимо этого у нас она еще не простой комплектации это тт рс означает что это самая мощная вообще в линейке тт х версия визуально от обычной тт х и rs к отличается совсем немножко во первых здесь увеличенные воздухозаборники здесь стоит другое литье у нас немножко может меняться цветовая палитра до сочетания вот этих серых ушей с черным кузовом кстати говоря очень интересные цвета у audi тоже присутствует хоть я буду повторяться да и небольшой поклонник европейских автомобилей но среди всех европейцев audi выделяю чисто за внешку потому что ну реально я в детстве мечтала q7 в детстве там когда в универе ездил на едешке 91 года думал q7 сейчас куплю себя буду что тачка вообще красивая не каен и никакие бэхи не нравились мне вот q7 подавай сбоку у нас стандартный купе тоже многим напоминает он фашку постоянно почему-то приходится сравнивать с автомобилем а просто больше не с чем на самом деле не так много у этой красотки конкурентов на этом этапе обязательно нужно добавить что тт хи есть и в кузове кабриолет во всех трех поколениях и в том числе из японии также можно привести кабрик и это прям будет вообще пик экстаза двигаясь у него такой черной купе хи еще с открытой крышей круто круто не буду ничего вам рассказать про заднюю часть вы просто посмотрите ну это топ прям вот европейская строгость без всяких лишних хромированных деталей четыре колечка audi классные стопари я прям минуты чё про их рассказывать выглядит топ расширенная задняя часть очень широкие крылья у этой машины спрятаны в внутрь бампера два глушителя которые никакие не фальш трубы до торчащие а реально глушители и спойлер который реально в этой тачке работает в других версиях эти спойлера их следующем поколении кстати говоря механизированные они складываются и при необходимости выдвигаются тачка топ по визуалу прям 6 плюсом по пятибалльной шкале лично от меня огонь . помните я сказал что на флажке у меня бесит вот это вот серая крышка блюжка бензобака который непонятно зачем торчит а вот здесь не бесит почему не знаю ну может она здесь конечно посимпатичнее сделал чуть-чуть им покомпактнее и как-то гармонирует цветом литья это кстати значит что такое т.т. название эта красотка получила благодаря гонке турист трофи который называется проходила на английском острове мэн кусочек википедии вам платформа на которой делается audi ттх это ваговская платформа на базе которой то есть на которой построена по моему самое многочисленное количество автомобилей вообще volkswagen group около 48 штук поэтому кузов у тачки стабильный и вся ее база идеально подходит для того чтобы сделать из нее спортивное купе подумала audi и запихнула сюда вот этот вот мотор на триста сорок лошадиных сил пятицилиндровый двигатель с поперечным с поперечным учим установкой расположение поперечным расположением триста сорок лошадиных сил он имеет работает в паре с планетарной с планетарной трансмиссии с роботизированной коробкой передач с троник он называется следующем поколении до которая пошла у нас 14 года роботизированную коробку поставили сюда другую либо улучшили предыдущую но в общем те проблемы которые реально здесь ощущается это в первую очередь всего лишь вот эти вот затупы на полторы-две секунды после нажатия в педали газа они уже в новом рейте новом поколении соответственно эту проблему убрали в целом вопросов нету турбовый мотор объемом два с половиной литра выдает триста сорок лошадей это ли не круто это очень круто друзья при том что тачка в стоке у немцев ну вообще у практически всех кто выпускается да на фальсвагене есть такая штука какие-то моторы нормальные какие-то плохие вот этот вот мотор брать нельзя потому что он геморройный вот это можно брать но только новый бмв только дизельные и вот это вот это вот это то есть в каждой европейской тачке есть нюансы это очень большое отличие от японцев потому что у японцев нету японцев если есть плохой мотор то он просто перестает выпускаться и больше их нету это вот про систему джедяи можно сказать который не назовешь плохой да но тем не менее от нее уже отказались потому что она слишком чувствительно к топливу и вот эти вот все нюансы которые японцы просто перешагнули преодолели и стали делать все моторы хорошие но вот почему-то вот эти ребята делают и плохие моторы и плохие моторы для гоночных машин и хорошие моторы но которые нифига не едут но надежно что касаемо надежности этого мотора не готов судить потому что опять же не знаю если кто-то гоняет на и резки с внушительным пробегом да там хотя бы 1250 расскажите как вообще ведется мотор что меняется я знаю что цепи там у них до головняк там раз 120 тысяч надо менять хотя для цепного двигателя это маловато в общем все что знаю на всех и резкох идет полный привод называть система quattro одна из самых надежных в мире одна из самых крутых систем полного привода да по распределению да на каждое колесо крутящего момента и эту технологию тоже впихнули даже в эту купешку я думаю вряд ли здесь кто надеялся на кита внедорожные качества автомобиля скорее это для лучшего сцепления и управляемости что такое вообще спортивный купе даже не берем в расчет что это аудюха максимально модная понтовая тачка все равно спорт купе в первую очередь сделан для того чтобы дарить вам эмоции и эта тачка со своей задачей справляется на все сто процентов как по внешке блин в первую очередь по внешке потому что естественно оцениваемые первое впечатление она всегда самое важно оцениваем по внешнему виду как по салону так и по динамике мне уже просто не хочет мне хочется прокатиться хотел сказать не терпится промчать на ней и показать как я от этого кайфу но по порядку разбираемся с салоном сделано все для того чтобы чувствовать себя комфортно впереди и чтобы возможно было перевести двоих пассажиров на дальняк взрослых людей конечно вы в ней не повезете повезете может быть я в прелюдии возил в детстве пятерых человек включая себя и как бы нормально мы ездили что мы с мангалом шашлыками за багажник естественно вот но комфортно будет двоим назад можно бросить сумки можно посадить ребенка одного ну или двоих им принципе тоже будет комфортно но кому он эта тачка для души они для перевозок детей каких-то грузов и так далее поэтому в передней часть салона вас ждет вообще все что должно быть мне нравится что здесь нету лишних всяких элементов которыми вы не будете пользоваться до 12000 кнопок как в мерседесах здесь только все самое необходимое простейшие регулировки по климату на руле у нас только переключение передач кстати говоря на вот таких шикардоснейших карбоновых лепестках и регулировка громкости магнитофона все вот на этой тачке я считаю единственно уместный вот такой руль потому что давайте запустим где не рычи на меня потому что вот при посадке очень много регулировок сидушек до 10 в зависимости от комплектации вы можете получить точно также и память и обивку все это можно выбирать опционально но когда мне с 50-го раза наверное удалось настроить сидушку под себя кто-то мы тут со сбил уже я понял что вот этот обрезанный руль здесь реально работает потому что ноги у вас от руля где-то в сантиметре ходят если бы он был полноценный или вот это липсообразный как в приусах 20 но были бы проблемы пришлось бы вот так вот рулить не сказал что еще помимо роботизированной коробки здесь еще и бывает механика и если бы я взял себе аудюху вот такую я бы взял сто процентов на механике ни разу жизни не задумывался а вот прокатился на этой красотке и задумался если у меня была и резко ты тэшка была бы на механике то еще мне нравится здесь мне нравится руль кстати говоря факт из интернета вот но это из отзывов которые мне удалось изучить что материалы салона очень износостойкие поэтому ресурс у него очень очень большой нету конечно цифр никаких конкретно у нашей красотки 69 всего лишь тысяч пробега это 2011 год но уверяю вас что с пробегом 150 она будет выглядеть точно так же как новенькая здесь у нас металлические педали здесь у нас очень толстый кожаный руль и прямо ощущается качество кожи относительно японских до вот этих кожзамов вот здесь вот ощущается в реальный прям реальный черный европейский кожаный стул в новом поколении крутилки вот эти перенесены вот сюда в сопла воздуха обдува до группа говоря в дуэки печки тоже фишка кайфовая здесь у нас 2 диновский магнитофон можно вытащить поставить любой с японии пришла конечно же скорозере это одна из топовых фирм кстати говоря штатная музыка у audi говорят тоже топ нас есть маленький стильный бардачок куда вы можете положить документы очень приятный также и снутри и снаружи и вот эти вот элементы хромированные вставочки плоская такая шлифованная панель короче друзья погорячился я про то что двоих взрослых на короткое расстояние вы можете перевести или тем более на шашлыки куда-то поехать нифига вы здесь не можете сидеть потому что сидеть приходится вот так вот но это из минусов при том что и это никак не исправить если конечно ты сидишь один блин ну я не знаю ну не очень тебе круто вот и все что я могу сказать чисто на крайняк куда-то сюда смотрите нашел аптечку японскую здесь есть кармашек на котором нарисован крест в нем аптечка audi прикиньте друзья что хочется сказать про багажник в этом автомобиле он просто есть то есть чтобы положить сюда сумки его хватит можете откинуть сидушки да и и возить людей нормально обратите внимание на вот эту штуковину если сзади сидит человек вы ему обязаны сообщить чтобы он пригнулся пока багажник вы не закрыли иначе голову него не будет это все что я хочу сказать про багажник в этой машине интересный факт аккумулятор находится у нас тоже сзади есть форма круглая которая якобы положить сюда запасное колесо позволит вам но нифига она на самом деле не позволит запасное колесо от мопеда можно сюда положить и все а так компрессор и гель это все ну вот этот классный коврик тт вот все равно стиле веньки вот эти элементики тачка хоть и по идее это спортку п должно быть всего по минимуму для спортку п но все равно вот эти вот фурнитур чеки блестяшки и шильди киноковрах ауди топ хоть про топовые материалы я и упомянул выходит что погорячился а может быть и нет обратите внимание как облазит у нас кожа с приборной панели могу сказать что у японцев такая же фигня на некоторых моделях бывает взять знаменитые марки чайзеры до кресты 90 100 кузова точно также с краев начинает торпеда вздуваться кожа нагревается это порчится я на вышке на своей тонировала так вот нижнюю часть потому что менять эти торпеды можно бесконечно но видимо какой-то выход тоже из этого есть так что кто на аудио двигается пишите это только у нас такая проблема или действительно штука актуальная да я не сказал вам про спорт режим потому что смысл горит просто три же спорт режим скажете вы есть у всех но здесь реально слышно как открывается заслонка в трассе в выхлопной трубе по нашему и тачка начинает бурчать уже потихонечку но очень приятно по колдобинам на этой тачке вообще не комфортно ехать и я думаю что никого этим не удивлю потому что тачка ну для колдобин как минимум не предназначен на трассу и первым же делом подадим овса ей немножечко помолчать хочется после этого пару секунд на самом деле по документам у нас 5 и 2 по моему разгон до сотни очень приятное ускорение очень неприятная работа этого робота хоть он идет и двухвальный как в фондах или в фондах как в этом но задержка реально полторы секунды ты нажал даже две наверное секунды потом она пошла возможно эту ситуацию исправит у нас что исправит у нас ручное управление лепестками пошустрее начинаю сразу реагировать скажу так из того что я уже понял помимо того что у нее очень классная динамика она еще и очень сказочно рулится потому что в поворот и даже при перестроениях она прям не раздумывая просто делает то что вы и скажете прям малейшее движение рулем она уже там тормоза кстати говоря хочется тоже отметить потому что когда у вас сумасшедшая динамика у тачки тормоза это немаловажная штуковина в этом автомобиле они отлично справляются со своей работой уверен колоссальные нагрузки они испытывают но ни малейшей задержки при торможении в отличие от ускорения все благодаря роботу это опять же подтверждение того что надо брать на механике тачку 5,7 прям как в каталоге давайте еще разочек друзья пробуем насчет три раз два три полторы секунды задержки пять и шесть пять и шесть друзья но уверяю если бы нам удалось обмануть этот робот или если вы взяли тачку на механике были ну по ощущениям она давит сотню за три секунды если мерить 15 километров в час в общем вы понимаете короче ощущение всегда превосходит цифры да но не забываем о том что у нас два человека в салоне во вторых еще и две сумки со съемочным оборудованием но ощущение вообще топ реально в креслом сжимает как в детстве в бабкиной глории чувствую уже ваш зависящий воздухе вопрос сколько же она обошлась нам а расскажу я вам сейчас потому что 2 миллиона 183 тысячи рублей вышла эта красотка 2011 года с пробегом 69 тысяч километров во владивостоке с правым рулем в чем разница между левым и правым рулем спросите вы да ни в чем кроме расположения руля на самом деле если бы эта машина была бы оригинальная да на левом руле я бы кайфанул бы от нее ни капельку не меньше потому что нам здесь владеостоки вообще без разницы с какой стороны руль так что все кто еще не смотрит сторону правого руля посмотрите на курс доллара и бегом заказывать себе европейцев из японии и японцев из японии тоже друзья не забываем кого можно еще привести себе в качестве вот такой вот эмоциональной эмо вызывающий блин качестве такой игрушки которая будет вызывать у вас эмоции которые ощутил я сегодня есть еще lexus lc купе классная тоже тачка где-то кто-то нас просил ее показать давайте так скажем вы закажете мы привезем и обязательно покажем потому что тоже машина очень интересная не так много купишь кто осталось японии есть еще subaru brz он же toyota gt 86 классно можно взять фашку кто у нас остался да никто mazda родстер это еще один по моему один из единственный кабриолет из масс-маркет не считая дайхатсу купен друзья не стесняйтесь если вы смотрите на рс q или на обычную ттеху смотрите на то в каком состоянии они продаются на дроме авито автору в вашем городе и смотрите на то за какие деньги продаются машины в более-менее приличном состоянии позвонить сферу car проконсультируйтесь сколько же обойдется вам та или иная европейская машинка пусть даже не такая с правым рулем из японии уверяю вас ответ вас очень сильно порадует спасибо друзья всем кто досмотрел этот обзор до конца надеюсь хоть капелька моих эмоций вам передалась потому что я хоть я и злостный любитель правого руля японских автомобилей дело не в руле же ни разу вот от этой машины реально сегодня кайфанул неожиданно для самого себя так что продолжаем доказывать вам что в японии есть идеальный автомобиль для каждого и может быть где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч а 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 компания сфера кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживания и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сфера кар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля а